Философ определяет, что первая философия есть знание истины, не какое угодно, а той истины, которая есть источник всякой истины и которая относится к первому началу бытия для всех вещей, откуда следует, что эта истина есть начало всякой истины, ибо распорядок вещей в истине такой же, как и в бытии. Есть какие-то истины о Боге, которые превосходят всякую способность человеческого рассудка, как например о том, что Бог троичен и един, однако есть какие-то истины, которые может достичь и естественный рассудок, как например о том, что Бог есть, что Бог един и тому подобное. Эти истины о Боге наглядно доказали и философы, ведомые светом естественного рассудка. Для познания того, что рассудок способен узнать о Боге, нужно многое знать заранее, так как рассмотрение почти всей философии предрасполагает к познанию Бога, вследствие чего из частей философии метафизика, которая толкует о божественном, подлежит изучению в последнюю очередь. Итак, к исследованию упомянутой божественной истины можно прийти только с большим трудом и старанием, и немногие хотят взять на себя этот труд из любви к знанию, естественное влечение, которому Бог, однако, вложил в человеческие умы. Поэтому божественное милосердие проявило спасительную предусмотрительность, предписав принимать на веру и то, что способен исследовать рассудок, дабы таким образом все легко смогли быть причастными к познанию Бога без сомнения и ошибки. Субтитры создавал DimaTorzok